Привет, друзья! У моей дорогой и любимой подружки Ирочки в мае день рождения. И я очень хочу сплести для нее подарочек. Сегодня я буду делать коробочку. Она будет состоять из двух контрастных цветов. Цвет мокко и цвет морской волны. А крышечка у нее будет выполнена в стиле Пруанс. Я очень хочу, чтобы эта коробочка получилась и понравилась Ирочке. С вами я поделюсь, как я буду ее делать. Ну что, приступаем к работе? Нам понадобится газета, спицы, ножницы, линейка, ручка и карандаш, коробочка-основа, для изготовления крышки, обои, картон, двухсторонний скотч, для покраски фен, акриловый лак, грунтовка, полимерный клей, клей ПВА, пульверизатор, морилка, колер-паста, вода, баночка для разведения краски, кисти, ложечка, резиновые перчатки, пакет и салфетки влажная и сухая. Сейчас нам нужно подготовить материал для плетения, сделать вот такие трубочки. Они будут одинаковые как для трубочек-основ, так и для плетения. Просто трубочки для плетения будут помягче. На трубочке-основы я буду использовать вот такие цветные трубочки, так как они будут у меня закрашиваться в темно-коричневый цвет. Поэтому мне подходят и цветные, а белые я буду окрашивать в такой вот синий цвет. Из газеты нам нужно нарезать полоски. Берем светлый край, так как морилка и краска не закрашивают буквы. Нарезаем полоски. Для трубочек-основ будет 10 сантиметров, а для трубочек для плетения 7 сантиметров. Поэтому они будут помягче. Крутятся они по одному принципу. Для этого нам нужно поднести спицу под острым углом и очень-очень плотно накрутить, начиная с уголочка. Спицу вытаскиваем и на уголочек капаем немножечко клея. И закручиваем, немножечко придерживая. Перед покраской нам нужно трубочки обязательно просушить, так как клей при покраске расклеится, если он будет влажным. Сейчас нам нужно будет покрасить трубочки. Трубочки-основы у нас все будут темно-коричневого цвета. Мы их будем красить морилкой мокко. Морилка на водной основе. Также заранее приготовим две трубочки, на которых мы будем потом сушить после покраски. Трубочки так будут вентилироваться и не прилипать друг к другу. Трубочки будем красить, прокатывая их вперед и назад. Начинаем сначала с одной стороны. Потом переворачиваем и точно так же с другой. И складываем вот так на трубочки. Для донышка нам нужно, чтобы они были сухими. Когда меняем цвет, обязательно протираем пленку и моем тщательно кисточку, чтобы не осталось следов краски. Сейчас мы будем окрашивать в синий цвет. Я кисточку уже помыла. Смешиваем грунтовку и колер в синее море у меня. До нужного нам цвета. Хорошо размешиваем. Берем пробную трубочку и проверим. Если цвет нам нужен более насыщенный, добавим еще колера. Если менее насыщенный, добавим еще грунтовки. Опустим трубочку. Подождем, пока она просохнет. Посмотрим, какой цвет. Вот спустя какое-то время я вижу, что цвет получился более насыщенный. Поэтому я еще добавлю грунтовки. Пробуем еще раз. Красим вот так вот трубочку очередную. Вот спустя какое-то время трубочка просохла и этот цвет меня вполне устраивает. И сейчас я могу приступить к окрашиванию трубочек для плетения в синий цвет. Также сначала с одной стороны тщательно промазываем, а потом переворачиваем и с другой стороны. Складываем точно таким же способом на две трубочки и даем просохнуть примерно 15 минут. Приступаем к изготовлению донышка. Вот я нашу коробочку уже с обратной стороны разметила. У меня ее размер 22 на 22. Получается, что я буду использовать 11 стоечек. Серединку я буду оплетать ситцевым плетением, а здесь я буду веревочкой зафиксирую трубочки. Расстояние между трубочками получается 1 и 8. Сейчас я их на двухсторонний скотч вот здесь сбоку приклею. Ну и вот эти полоски я специально расчертила, чтобы наши стоечки лежали ровно. По ним буду равняться. Ну, когда закончу все, то это всего лишь простой карандаш, потом просто резинкой сотру. И вот так вот точно по разметке приклеиваю наши трубочки. Теперь мне просто легче будет оплетать и более равномерно будет донышко. И когда приклеили трубочки, то сверху еще одним слоем двухстороннего скотча вот так вот закрепляем. Потому что они будут сверху отваливаться. Так будет прочнее. Оплетать стоечки будем теми же стоечками основами, которые 10 сантиметров. Просто их нужно в отличие от наших стоек, которые мы приклеивали, они сухие, мы их должны слегка увлажнить. То есть я вот так кончик прикрыла и сбрызнула из пульверизатора. Вот теперь пускай постоят 5-10 минут. Ну и теперь начинаем оплетать. Ситцевое плетение, оно достаточно простое. То есть заводим под первую, выравниваем сразу по нашей вот полосочке, которую мы тут очертили, под первую и на вторую сверху. Здесь вот так небольшую отметочку делаем, поднимаем и заводим под нее. И так продолжаем дальше. Сверху на одну и затем под вторую. Когда доходим до конца, то делаем вот таким образом. Но у нас пришло время наращивать трубочку и мы должны это сделать как раз за второй стоечкой. Обрезаем на расстоянии 6 миллиметров под острым углом. Уголочек заминаем и одеваем на него следующую трубочку широким краем. Вот у нас соединение попало как раз в этом месте. И когда продолжаем плести дальше, то у нас соединение здесь с лицевой стороны будет незаметно. Продолжаем точно так же, то есть только у нас мы заводили под эту, а теперь на нее получается. Следим, чтобы наши трубочки основы первое время придерживаем, чтобы они лежали параллельно нашим полоскам, которые мы очертили. И когда дошли до конца, делаем точно таким же образом, только вот так заводим под низ. у нас трубочка автоматически ложится на первую и под вторую. И так продолжаем дальше, уже аналогично первым двум. Плетение здесь уплотняем. Крайние стоечки, они очень неустойчивые, при плетении могут вот так вот внутрь изгибаться. Я поставила сюда спицы с внутренней стороны, для того, чтобы было попрочнее. И когда будете вот здесь делать перегиб, то делайте его чуть-чуть посвободнее. Когда соединение трубочек попадает вот здесь в краю, чтобы трубочка не выскочила, то мы на краешек капаем полимерный клей и сверху одеваем трубочку. Полимерный клей очень быстро высыхает, поэтому здесь уже получается очень надежно. Я проплела ровно половину, вот так вот у нас получается. Для того, чтобы все смотрелось ровненько, вам нужно обязательно обрезать вот эти хвостики скрутки. Во-первых, они у нас не прокрашенные, так как здесь был клей. Во-вторых, здесь трубочка в этом месте очень плотная, она будет при изгибах некрасиво смотреться, даже если будет влажная. Ну и, конечно же, выравниваем наши стоечки по нашим отметкам, чтобы они ровно ложились. И особенно сохраняем ровными наши края. Все, продолжаем плести дальше. Я доплела до конца, вот так теперь выглядит мое донышко. Сейчас нужно будет обрезать хвостики в начале и в конце, примерно на расстоянии одного сантиметра и заправлять мы их будем вот под соседнюю трубочку. Обрезаем. И заправляем плетение. Капаем капельку клеем и даем просохнуть. Теперь мы можем отлепить скотч. Вот так у нас выглядит лицевая сторона и вот так изнанка. Следующим этапом мы должны вставить трубочки вот по этой стороне и нарастить вот эти трубочки маленькие. Для того, чтобы нарастить вот эту сторону, нам нужно также подставить 11 трубочек. Вот я посчитала, для того, чтобы было симметрично, начнем мы отступая одну и потом дальше у нас уже будет через две. Трубочки будем наращивать с изнаночной стороны. Здесь будет менее заметно, когда мы будем оплетать. Вот, то есть отступаем одну, расширяем пространство под двумя трубочками. Трубочку обрезаем, заминаем ее, капаем на нее клей ПВА, сюда, где у нас спица, проталкиваем и между трубочками ее выпускаем. С этой стороны здесь будет вообще незаметно. Все, и так продолжаем по всему периметру. Ну, а вот эти трубочки наращиваем таким же способом, как мы наращивали трубочки при плетении. То есть мы обрезаем примерно на расстоянии одного сантиметра. Также я хочу сказать, что когда наращиваете трубочки, видите, вот здесь широкий край он с таким хвостиком, то есть этот хвостик обрезайте, потому что он будет потом торчать где-то в плетении, то есть трубочка должна быть вот такая ровненькая. Трубочку заминаем и одеваем, капаем клей ПВА и ждем, пока все трубочки просохнут. вот таким вот образом наращиваем по всему периметру. Ну вот все стоечки приклеены и теперь можно приступать к оплетанию нашего донышка плетением веревочка в две трубочки. Оплетать будем трубочками такого же цвета, только теми, которые мы делали из полосок 7 сантиметров, то есть те, которые помягче. И вообще боковинки тоже будем оплетать уже такими же трубочками мягкими. Перед плетением наши трубочки мы будем покрывать такой смесью, которая будет состоять из лака и воды и сушить феном. Такой рецепт я прочитала в группе ВКонтакте и узнала его от Татьяны Солнышко. Так что спасибо ей за такой рецепт. И мои трубочки, они должны быть после этого более пластичными. Трубочки, которые мы покрывали морилкой, они должны быть полностью просушены. А трубочки, которые красили смесью грунтовки и коллера, их можно просушить минут 15 после покраски. Смешиваем акриловый лак и воду. Пропорция один к одному. Я уже снимала пробу, поэтому уже развела. И теперь этой смесью покрываем наши трубочки. и в дальнейшем мы будем их высушивать феном. Это нужно для того, чтобы трубочки не склеились. Верхний слой будет подсушен, а нижний будет оставаться влажным. И за счет этого трубочки приобретут эластичность. на это ушло буквально минута, если горячим феном сушить. Вот я проверяю рукой, то есть трубочки не липнут и в то же время я чувствую, что внутри они влажные. Ну все, приступаем к оплетанию донышка. Подклеиваем наши две трубочки полимерным клеем с обратной стороны с застойками. Ждем, когда немножечко клей схватится. Плетется примерно так же, как мы плели ситцевым, только в две трубочки. Начинаем с левой, то есть на первую и за вторую. Теперь берем вторую трубочку. То же самое на первую и за вторую. сразу же прижимаем к донышку, чтобы плотно прилегало и не видно было этого соединения. И так продолжаем дальше. Когда доходим до уголочка, здесь не перепутайте. То есть вот у нас эта трубочка идет наверх, а вот нижняя мы ее как бы уже сразу сюда заводим. Вот. и у нас это ложится на первую и под вторую уже будет вот сюда. Ну и соответственно ту, которую обогнули, вот она идет у нас уже на верхнюю и под нижнюю. Когда пришло время наращивать трубочки, смотрим, где у нас будет место соединения и нам надо, чтобы наше соединение попало не вот в это место сгиба, а чуть-чуть ближе. Обрезаем на расстоянии примерно одного сантиметра. Трубочку заминаем и широким краем точно так же одеваем следующую. И теперь, когда мы будем плести, у нас эта трубочка просто прикроет. Что хочу сказать по поводу пластилиновых трубочек. Действительно очень удобно ими плести, очень красиво ложится плетение. Так выглядит наша донышко, когда мы проплели один ряд веревочкой. Теперь нам нужно в уголках подклеить еще по одной трубочке основе. Расширяем вот здесь нашу веревочку. Делаем ее немножечко поуже, чтобы она легко туда вошла. И капаем полимерный клей. И вставляем эту трубочку и затем плетением придавливаем и ждем пока клей просохнет. Аналогично приклеиваем остальные трубочки и продолжаем плести веревочкой. Я проплела еще три ряда. Всего у меня получилось четыре ряда. И сейчас мне нужно завершить ряд. Последнюю я завожу за угловую стоечку и обрезаю на расстоянии примерно 7 миллиметров. Ну соответственно предыдущая трубочка будет за предпоследней стоечкой. Хвостики я буду заправлять в плетение. Между плетениями расширяем немножечко пространство у трубочки хвостик заминаем и заводим в плетение. И капаем клей ПВА чтобы наши хвостики не выскочили. Замеряю по нашей коробочке донышко как раз идеально проходит по краю. Хотела обратить ваше внимание что когда будете оплетать веревочкой то делайте послабее уголочки. Даже вот с учетом того что я расслабляла все равно у меня до углов не доходит. Придется здесь еще кусочек подклеить. Уголочек здесь подставить очень легко. Отрезаем вот такую палочку расширяем плетение то есть вот у нас угловая стоечка вот правая за ней за нее будем прятать хвостик то делаем это вот так потом берем вниз огибаем накладываем поверх угловой огибаем угловую делаем как бы петельку такую и заводим за левую трубочку и вот этот хвостик будем заправлять за левую трубочку точно так же расширяем вот и все вот такой вот получился уголок так аналогично делаем остальные три угла и когда приклеили все уголочки мы прокапываем клеем ПВА пришло время поднимать наши трубочки основы для того чтобы мы могли плести боковинки у нашей коробочки перед тем как их поднять мы будем также покрывать у основания смесью лака с водой и когда все покроем будем высушивать феном но не более трех сантиметров потому что нам стоечки потом нужны будут сухими для плетания трубочками теперь ставим на наше донышко коробку нашу основу выравниваем по уголочкам и начинаем поднимать слева направо в самом начале поставим резервную трубочку так как сюда у нас будет заводиться последняя берем левую огибаем и поднимаем вверх и так продолжаем дальше по кругу поднимаем первый ряд не очень удобно с коробочкой основой поэтому я ее пока временно убрала вот когда доходим до конца то вынимаем нашу резервную трубочку и на ее место засовываем последнюю все первый ряд проплели после того как поставили коробочку обязательно выравниваем уголочки теперь один ряд оплетем прямой веревочкой так же как мы оплетали на донышке то есть подклеиваем две трубочки за стойками даем просохнуть и начинаем плести слева направо на первую за вторую то есть это плетение уже вам знакомо и то же самое второй трубочкой на первую за вторую сразу же уплотняем так проплетаем один ряд снизу плетение напоминает косичку очень красиво смотрится после того как мы проплели один ряд нам нужно поставить к угловым стоечкам деревянную шпажку для того чтобы угол держал форму с внутренней стороны так все углы и продолжаем плести веревочкой в две трубочки еще один ряд потом будем менять цвет когда дошли до конца то будем заправлять наши хвостики в плетение вот теперь пришло время когда мы меняем цвет меняем плетение то есть сейчас мы будем плести ситцевым плетением так же как мы плели на донышке только в две трубочки то есть будет синий и сверху будет один ряд веревочкой для того чтобы нам начать плести ситцевым плетением будем подклеивать с обратной стороны стоечки и когда будем доходить до конца так же за ней будем прятать наливаем полимерный клей и подклеиваем сразу клей просохнет очень важный момент когда я покрывала голубые трубочки смесью лака с водой то я разводила другой раствор то есть не тот которым я покрывала наши коричневые трубочки так как когда покрываешь темные трубочки то они немножечко оставляют краски в растворе так что имейте ввиду что лучше на каждый цвет иметь свой раствор лака с водой и когда трубочки подсохли мы начинаем то есть мы огибаем угловую стоечку и под первую принцип точно такой же как одной трубочкой только двумя и так продолжаем дальше на одну под вторую когда пришло время наращивать трубочки то обрезаем так же как мы уже это делали примерно 6 миллиметров дальше нашего изгиба обязательно наливаем капельку клея полимерного и одеваем трубочку слегка прижимаем наше плетение чтобы не было просветов когда доходим до конца наши трубочки в конце будем подклеивать за те же самые стоечки за которые мы подклеивали и в самом начале то есть мы обрезаем капаем клей и приклеиваем сначала нижнюю потом верхнюю ну и вот так вот прижимаем чтобы наши трубочки состыковались ждем немножечко когда просохнет клей ну и теперь проплетаем один ряд плетением прямая веревочка как мы это уже делали ранее плетем уже известным нам способом и когда доходим до конца мы просто наши трубочки подклеиваем за нашими стоечками первая идет за первой стоечкой которую которую мы подклеивали а вторая за второй стоечкой которой мы подклеивали трубочки на следующем этапе мы будем подклеивать трубочки за угловую стоечку потому что нам нужно чтобы синие трубочки ложились на коричневый в шахматном порядке то есть следующая должна пойти уже на эту и таким же способом ситцевым плетением продолжаем плести дальше все и потом будем точно так же проходить веревочкой с коричневых трубочек и в конце точно так же шахматкой пропускать по две трубочки синие я проплела пять рядов синими трубочками сдвоенными нашу коробочку основу я приподняла чуть-чуть то есть решила коробочку сделать повыше чем моя основа это легко сделать я просто под коробочку подложила книжку вот так смотрится мой рисунок еще поближе покажу разделение веревочкой дает возможность формироваться рисунку то есть рисунок четче прослеживается получается более интересным и после того как я проплела два ряда прямой веревочкой сейчас мне нужно перейти на обратную веревочку я эту трубочку завожу не на нее а под верхнюю трубочке и точно так же завожу за вторую таким образом то есть такое плетение даст нам возможность формировать косичку мы проплетем сейчас несколько рядов прямая и обратная сочетая не забываем так же уплотнять при обратной веревочке соединение трубочек у нас попадает в другом месте то есть оно попадает перед стоечкой поэтому обрезать будем трубочку за стоечкой примерно на расстоянии где-то 4 миллиметров и так соединение наше незаметно и вот теперь дошла до того места где мы начинали ее для того чтобы здесь переход был более красивый вот то мы вторую трубочку заводим под ту с которой мы начинали то есть вот здесь вот расширяем я при этом убрала нашу коробочку чтобы она нам не мешала и выводим ее за второй стоечкой вперед и теперь мы можем продолжать плести дальше то есть дальше у нас идет опять один ряд прямой веревочки я проплела 4 ряда обратная прямая обратная прямая и сейчас мы должны будем наши стоечки вот в этом месте обрезать параллельно с плетением и потом в конце мы еще для надежности пва проклеим сверху прямо обрезаю вот наши трубочки где-то на расстоянии 5 миллиметров за стоечками и подклею их так я обрезала наши стоечки вровень с нашим плетением так как у нас здесь будет крышка и у нас этот край будет все время прикрыт нам здесь загибку делать не нужно для того чтобы наша коробочка была более прочная мы ее будем грунтовать смесь грунтовки состоит из смеси лака акрилового с водой в пропорции один к одному края нашей коробочки они отходят от основы когда покроем все грунтовкой то будем стягивать на время высыхания ниточками то здесь край будет ровный и крышечка будет хорошо ложиться сверху так как у нас основа картонная то я ее обернула обычной пищевой пленкой и покрывать мы будем с лицевой стороны с изнанки будем покрывать потом когда изделие здесь просохнет в общем-то это та же самая смесь которой мы покрываем трубочки перед плетением особенно хорошо промазываем верхнюю часть вот так вот я перетянула ниточкой тоненькой то есть теперь у нас и краешек зафиксировался и коробочка не повредится когда клей просох я обрезала все ниточки и вот теперь у меня краешек получился очень ровненький крышечка будет лежать хорошо когда коробочка просохла снаружи мы грунтуем ее изнутри перед тем как грунтовать изнутри берем морилку и проходим сверху по нашим стоечкам которые мы обрезали то есть они у нас светлые чтобы не сильно были заметны вот и вообще смотрим мы вот тут внутри заправляли наши трубочки их где-то светлые тоже мы проходим и везде подмазываем то есть чтобы у нас внутри тоже коробочка была красивая приступаем к изготовлению крышки обрезаем картон примерно на расстоянии одного сантиметра меньше крышки так как наш фрагмент из обоев будет оплетаться поэтому затем кладем картон на обои обрезаем оставляя сантиметра для того чтобы была возможность обои загнуть на картон делаем это в двух экземплярах уголочки рассекаем картон сейчас будем приклеивать промазывая обои полимерным клеем равномерно наливаем полимерный клей тщательно размазываем теперь прикладываем картон и плотно плотно прижимаем аналогично делаем вторую часть донышка теперь наносим клей на края обоев и загибаем на картон так у нас получилось теперь между нашими картонками мы должны приклеить наши трубочки основы мы будем наши стоечки разрезать напополам то есть нам достаточно половинки и на двухсторонний скотч будем приклеивать между двумя картонками вот я сделала разметку то есть у меня получается 13 трубочек они будут приклеиваться на расстоянии 1,7 а здесь у нас получается по 6 миллиметров на уголочек то есть здесь мы будем подклеивать нашу угловую трубочку то есть всего по одной стороне у нас получится 15 трубочек вместе с угловой с учетом того что у нас потом в дальнейшем здесь будет расширяться вот поэтому здесь получается на уголочке у нас поменьше отрываем полоски примерно полтора сантиметра прикладываем к нашему картону здесь трубочку заминаем и приклеиваем плотно прижимаем уголочек так оформляем сначала приклеиваем угловую потом на нее скотч накладываем прикладываем одну сначала и потом третью также можно приклеивать трубочки используя полимерный клей наносим тонкой полосочкой по нашей разметке и трубочку плотно прижимаем можно использовать любой из способов и теперь когда все трубочки приклеены мы наливаем полимерный клей на наше основание тщательно промазываем особенно хорошо промазываем по трубочкам делаем это достаточно быстро потому что клей быстросохнущий и ровненько прикладываем вторую картонку выравниваем хорошо уголочки и плотно плотно прижимаем теперь ставим нашу коробочку основу утяжеляем ее для того чтобы наши картонки хорошо склеились и прижали трубочки и даем возможность просохнуть когда клей просох можем приступить к оплетанию нашей крышечки первый ряд будем проплетать прямой веревочкой из коричневых трубочек подклеиваем две трубочки за стоечками и начинаем клести так же как мы клеили ранее на первую под вторую и продолжаем продать сразу же плотно прижимаем наше плетение в картинке вот так это выглядит сверху и когда доходим до уголочка не забываем делать посвободнее сразу формируем угол когда я проплела один ряд наши хвостики обрезаю на стоянии одного сантиметра и с обратной стороны подклею чтобы ряд был завершенным с обратной стороны наливаем полимерный клей и прижимаем обрезаем обязательно под острым углом потому что так практически незаметно нам нужно проплести еще пару рядов до загибки нашего края подклеиваем две синие трубочки и следующий ряд проплетаем прямой веревочкой когда доходим до конца ряда продолжаем дальше плести уже обратной веревочкой то есть заводим не на трубочку а под нею доходим до конца ряда последний хвостик заправляем под первый виток с обратной стороны обрезаем под острым углом и подклеиваем сюда вот так теперь выглядит наша крышечка имейте ввиду что крышечку нужно сделать чуть-чуть больше чем сама коробочка чтобы крышка свободно заходила примерно на 3 миллиметра она у меня выступает за коробочку перед тем как мы будем загибать наши стоечки мы у основания примерно на 5 миллиметров покроем смесью лака с водой для того чтобы они в этом месте не переломились были более эластичные плести будем крышечку так как мы поднимали когда плели донышко ну то есть единственное только стоечки мы не будем заводить друг за друга а просто будем поднимать поднимаем где-то под углом 45 градусов в самом начале потом они у нас уже станут будем плести максимально туго максимально плотно прижимая к нашему плетению чтобы не было здесь промежутка нашу крышечку утяжеляем чтобы она не ерзала и точно так же подклеиваем две трубочки за нашими стоечками и начинаем плести веревочкой прямой веревочкой для того чтобы угол хорошо сформировался тот ряд который проплели вот так одеваем просто можно на коробочку наношу и пока трубочки у нас пластичные то сразу формируем уголочек следим за тем чтобы вот здесь расстояние между синий и коричневый было минимальное и когда доходим до конца ряда то будем плести еще один ряд обратной веревочкой вот ставим нашу коробочку уже с его стороной вниз для того чтобы крышечка четко легла по нашей коробочке и будем уже поднимать и по ней оплетать можно ее придавить чтобы она была более устойчива и когда доходим до конца то заправляем наши хвостики в плетение здесь формируем уголочек и с обратной стороны трубочки подклеиваем вот так выглядит наша коробочка когда мы проплели два ряда получается очень красивый переход то есть прямая и обратная веревочка синим цветом теперь то же самое коричневым прямая и обратная и теперь следующий ряд у нас будет опять будет чередоваться два синих ряда прямая и обратная веревочка точно так же как мы делали сверху ну и последние два ряда проплетем коричневыми трубочками также прямая и потом обратная ну вот я проплела еще два ряда коричневой и мне показалось как будто бортик маловато поэтому решила еще один рядок обычной прямой веревочкой завершить думаю тогда будет в самый раз ну все теперь наша загибка на крышечке имеет законченный вид так мне нравится намного больше сейчас я обрежу наши стоечки максимально прижимаем к плетению и проливаем клеем пва после того как мы все завершили теперь наша крышечка имеет законченный вид и мы должны ее тоже прогрунтовать так же как и нашу коробочку сушить мы ее после грунтовки будем на нашей коробке основе для того чтобы она высохла ровно по размеру и хорошо одевалась так как она будет влажная нам надо вот этот край также обмотать пленкой перед тем как грунтовать не забываем что нам нужно нашей стоечки промазать морилкой чтобы они у нас были скрыты и было не очень заметно грунтуем все тем же раствором смесью лака с водой очень хорошо промазываем сначала внутри а потом будем снаружи когда грунтовка высохнет мы уже и коробочку и крышечку будем покрывать лаком чисто акриловым лаком грунтовка и лак нужны для того чтобы корзинка приобрела прочность после такого покрытия ее можно будет протирать влажной тряпочкой ей ничего не будет тогда ну и конечно же лак дает красоту и блеск изделия если ваша донышко из бумажных обоев то вам его тоже нужно прогрунтовать обязательно у меня виниловые обои с моющим покрытием я этого делать не буду сейчас когда крышечка влажная мы ее одели на нашу коробочку то поправляем поправляем прижимаем края коробочку потому и крышечку акриловым лаком тщательно промазываем сейчас она уже от грунтовки приобрела прочность осталось только для красоты и блеска покрыть лаком тщательно промазываем края у меня акриловый лак tex он достаточно густой вот я когда прохожу вот большой кисточкой с искусственным ворсом то после этого прохожу еще вот так вот маленькой и размазываю под тщательно и потому что при высыхании он может остаться где-то в соединениях потом будет может некрасиво смотреться поэтому сначала я прохожу все большой кисточкой а потом еще сверху маленькой размазываем все так покрываем даем просохнуть и наше изделие будет готово моя коробочка готова и получилась она просто превосходно ирочке она очень понравилась и я этому рада пользуясь случаем поздравляю тебя дорогая моя с днем рождения желаю чтобы ты всегда оставалась такой же красивой жизнерадостной гостеприимной чтобы у всегда было хорошее настроение желаю тебе удачи во всех делах а 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»